Это как раз мой сайт такой, проще скопировать ссылку и поставить в описании в видео. Ну, спасибо. Очень легко переходить по ссылке, например. Я набрала вас, все выскакивает в Яндексе, куча, все выскакивает в Яндексе. Ну, Андрей Малахов там здорово перебивает. Так, наркомания, просмотреть в виде так. Наркоманы высохли потому, что голодают на кумарах. Наркоманы высохли потому, что голодают на кумарах. Ну, тут несколько ино. Это хип-хоп класс. Так, короче, я понял, что вы не по этому делу профессор. Ну, не по этому делу, не по этому. Красивое видео, спасибо. Это кремниевой термы. Так, Симон Калантаров два дня назад написал. Насколько вы максимально задерживаете дыхание. Полезно ли вообще задерживать дыхание. Так. Ну, возможность задерживать длительное, на длительный период дыхания, это говорит о потенциале ваших жизненных возможностей. Как раз это, это кремнии термы, я там нырнул. И для того, чтобы просидеть в позе лотоса, а не всплыть, надо выдохнуть вдобавок, понимаете, а то вас выбросит вверх. Поэтому я выдыхал, садился вот в позу лотоса и сидел, ну, сколько там просидеть. Мне казалось, что я сижу очень мало, а на видео тут еще оказалось более-менее такое-то. То есть, полезно дыхание задерживать. С дыханием вообще, знаете, если с питанием. Вот, как я раньше там рассуждал, и сейчас я так рассуждаю. Вот, через человека идут потоки информации, энергии и вещества. Вот, информация в основном идет, ну, грубо говоря, у нас через наши сенсоры, головной мозг, да? А вот энергия в основном идет через легкие. А уже материальные вещества, ну, грубо говоря, через кишечник. Хотя там все это более-менее так, несколько взаимосвязано. Но, тем не менее. И вот, когда мы начинаем заниматься дыханием, а почему йоги разработали науку дыхания особенно тщательно? Вот, потому что там в аналитическом плане задействованы, ну, огромные резервы, огромные возможности. И, в частности, одно из них, это, конечно, задержка дыхания, ну, вообще-то на выдохе. Потому что даже на вдохе вы задержали, мы подходим к тому состоянию, когда воздух у нас уже вышел, ну, грубо говоря, там сработался. А вот начинается вот этот период, когда, когда уже там у нас там клеточное дыхание работает, все это там другие механизмы. Поэтому работа с праной, с дыханием, это величайшая наука, которая расширяет возможности человека. Но это такая наука... Я будем говорить... Ее толком не знаю, поэтому я, так сказать, ничего особо говорить не буду. А то, что я тут нахватался, вот это вот я, так сказать, ну, не хочу сказать, что я этим специально занимаюсь. Это просто итог того, чем я занимаюсь вообще. Что вот, вот такая вот возможность, то есть мой жизненный потенциал там, ну, грубо говоря, для меня немножечко там, так сказать, повысился или насколько. Вот, если вы хотите заниматься, пожалуйста, осваивайте дыхание по бутейке. По крайней мере, он его классно расписал, то, что знаю. Что касается йоговское дыхание, ну, нужен учитель такой. И причем не просто учитель, а который бы показал вам достижения, какие он с помощью дыхания этого достиг, и тогда можно ему учиться. А если он просто говорит, я знаю вот это отсюда, это отсюда, так, всяк, это ерунда. Так, опять отдыхаю. Так долго быть под водой, да еще позже лотоса, да еще на выдохе. Удивили, ну, спасибо.